Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себя. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, выролись. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не над резине кататься. В этом тоннеле куча серьезных мужиков. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Хьюго. Мы с вами продолжаем проходить метро 2033. И по ходу дела собирать все возможные записки, тайники и также сейфы. Походу тут не то чтобы, знаете, дыра даже в потолке, а какая-то лампочка, наверное, даже. Хм, интересно. Что за? А, это просто Кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты от тебя придешь, остерегайся. А, Кикимора, я вспомню, кто это есть. Это такие маленькие мутанты. Ну как маленькие, наверное, в размерах превосходящие... Ух ты. Интересно. Превосходящая собака, наверное, где-то в полтора раза. Но это так, для справочки. Ой, у этого... У этого, братишки, тут патронок оставались. Мне какие-то сволочи, мы его съели глаза. Или глаза у нее, наоборот, окрасились в кровавый цвет. Ну или просто кровью залились, и кровь просто загустела. Не загустела, а как... Свертывалась или свертелась, как правильно сказать. Я не особо разбираюсь в анатомии, так что... В принципе, ребята, на это можно особые акценты не делать. Блин, мне уже страшно, в Туре. Бурбон, слушай, у тебя как бы там коллаж, дробовик, может быть... Ты не будешь так далеко от меня убегать? Какая-то карта у меня появилась вон на кармане. А, кстати, да, у нас же тоже есть с вами карта. Я что-то забыл даже как-то. Так, добраться... А, вот как снаряжение-то свое посмотреть. Ёлки-палки. Я-то... Я-то все голову ломал. Как посмотреть свое снаряжение? Блин, это Мурни Рейнджер. Так, три аптечки и фильтров на пять минут. Пять ножей. Двадцать пять двенадцатого калибра. Двенадцать... Сорок четвертого и шестнадцать пять сорок пять. И тринадцать золотых патронов. Давайте будем называть их золотыми патроншками. Ну или зажигательными как-нибудь. Потому что, по сути, это, да, зажигательные патроны, которые тут используются в метро в качестве денежной валюты. Что, кстати, да, я тут в последнее время задумался и, как бы, для себя рассуждение делал. Почему именно... Твою мать, фига, они какие шустрые-то. Вот, почему именно разработчики решили взять зажигательные патроны в качестве оплаты. Ну и также, да, денежной валюты. С одной стороны, как бы, да, мы сейчас с вами находимся в мире апокалипсиса. И здесь что-то такое взять и придумать в качестве денежной валюты, которая была бы, в принципе, у всех в очень маленьком количестве. Но меня никогда не опускает мысль того, что всегда находится вот за этими обвалами тайничок на этой локации. Так, вот, тайничок у нас в желтом ящике. Это, кстати, да, наверное, какой-то пожарный ящик. Я, блин, не успел прочитать надпись на нем. Вот. У меня просто никогда не покидала мысль того, что какой-то из сталкеров может пробраться в якобы какое-то секретное потайное место. Те же самые военные секретные склады, которые находятся в... Где-то под землей метро. Ой. И где-то там он может найти огромные прямо склады этих зажигательных патронов и стать просто миллионером в этой вселенной метро. Так, среда, протан. Я вижу, тебе патроны-то и уже не нужны, так что отдай мне. И, да, вот это вот у нас здесь лежит на земле пневматика. Очень, кстати, хорошее оружие. Отлично подходит для ведения... Точнее, да, прохождения метро стелсом. То бишь, это обычная пневматика, которая стреляет металлическими, так скажем, шариками, которые даже... Не то чтобы шариками-то называть можно, это... Огромный даже, можно сказать, картечь. От каких-нибудь там боевых пуль для дробовика. И это весьма опасное оружие, на самом деле. Ну, хотя, в принципе, я не вижу особого смысла его езать, потому что... О, какого крысы жирная бегают. Потому что я помню то, что в локации Мертвый город можно найти оружие, которое тоже пневматическое, но оно в разы превосходит эту обычную пневматику. Так, Бурбон, ты слушай, дело даже... Ну, пожалуйста, не уходи далеко от меня. Ой, тут у нас какой-то святой источник. Святой источник, наверное, кетчупа или чего-то еще. Так, блин, сегодня забываю про фонарик, потому что дико темно. А вам, наверное, уже там на видео вообще дико-дико темно. Так, братан, потрошки отдай мне. Тебе они явно уже не нужны. Так, ну пока что никаких мутантов и... Только-только накаркал. Так, а как полагаю, туда, наверное, можно куда-то пробраться, да, ведь? Раз тут такая дырка сделана. Хотя я не вижу ни двери, ни одной куда, которую я бы вела, наоборот, туда. И также способа туда залезть тоже я не вижу. Так, ну, к слову, здесь у нас есть стрела. Одна в трупике этом бедного... Это же охрана, да, каравана, получается? И здесь у нас лежит ключик от сейфа. Где сейф точно находится здесь, на этом уровне, я, конечно, ребята, точно не помню. Но раз мы с вами уже нашли ключ, значит, найти сейф у нас, думаю, что не будет такого уж сильной проблемой. Так, стоп-стоп-стоп, главное не задеть эти баночки. Я стараюсь, стараюсь, братан, стараюсь. О, маска Джейсона. Ну, или, по крайней мере, похоже на маску Джейсона. Так, это мы заберем с вами, это тоже с вами заберем. О, кто-то здесь, здесь лишь дровоик, двустволочка. И что-то мне подсказывает, что она абсолютно идентичная, как и у меня. Так что нет смысла менять. Да емать! Только-только буквально задумался и заговорился насчет дробовика. Как пропустил вот этот вот, да, небольшой диалог Бурбона о ловушках. Вот, ловушек, на самом деле, метро просто огромнейшее количество. Че-то такое шуршит все. Вот, и нужно очень-очень осторожно передвигаться. Особенно на поверхности. Там колеса ловушек просто-напросто зашкаливает местами. Так, она переиздевается здесь же, да? Вот, все, обрезали. И теперь можно спокойно эту ловушку обезвредив. Вот. Забрав отсюда один патрончик 12-го калибра. Так, тайников и никаких маслинок я здесь не вижу. Так, свет выключаем. Свет не казенный, как говорится. Тоже выключаем свет. Ну и, в принципе, здесь деды должны быть... Рекад настроили, но чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредить постовых. Так точно. Врагу не сдается наш гордый варяг. Вощады никому не... Тихо, тихо. Все нормально, братан. Так, как я, ребята, полагаю, это наша первая схватка будет на... этой локации. Это бандиты же, да? Если я не ошибаюсь. Потому что эти бы... Эти бы, ребята, явно не были опасными. Если бы так вот не укрепили здесь все. Так, тут за углом еще чувак стоит один. Блин, опасно. Слушайте, ребята, сколько тут вообще? Раз, два. Блин, он сюда идет еще, оказывается. Так, я видел по крайней мере трех. Это уже как минимум. Так, раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Блин, тут много ребят, оказывается. Так, ну, благо у меня есть глушитель на моем пистолетике. Так что... Осталовисто. Все нормально, пацаны. Все нормально. Он просто споткнулся и упал. Все нормально. Надеюсь, они не поднимут тревогу. Все нормально, окей. Типичное поведение НСП. Что-то случилось там. Вроде кто-то умер, но ладно, насрать. Вон, дальше стоят. И стенку смотреть. Окей. Окей. Не очень был хороший вариант. Также способ убить противника. Так, бурбон, бурбон. Тихо, тихо ты, не шуми. Не шуми, братан. Так, этого мы, товарища, залутаем. Так, свет мы с вами тоже... Твою мать. Я постоянно, постоянно путаю кнопки переключения оружия в метро. Я уже очень сильно привык менять оружие в ПД на кнопочку С. Вот, и, соответственно, а здесь в метро кнопка С отвечает за бросок метательного оружия. И сейчас бы, если у меня был бы динамит на этом метательном, то наш бы стелс уже давно бы закончился, ребята. И чья-то бы задница улетела на Юпитер. Так, ну что, сколько у вас тут, ребята, еще осталось? Я троих завалил? Сколько тут еще-то у вас? Вижу морду. Еще морда. Еще морда. Так. Еще три, как минимум. Совершенно верно. Приятно иметь дело с дебилами. Так. А мы сидим в боковом туннальчике, но они прямо на нас. А, их тут четверо. Пятеро. И, по-моему, там видел шестого еще. Да, вон шестой еще. Так, ребята, давайте будем стараться продвигать нашу тактику стелса. Пока что вроде я вырубил троих, и ничего никто не спалил. И все дружненько сидят дальше. Ну, уже не так дружненько, но сидят трое-как и занимаются самими делами. Так, отдохни, парень. Отдохни. Так, теперь надо вырубить какого-то из этих вот. Так, предлагаю вам, ребята, как сделать следующее. Вырубаем вот того чувака, который сидит здесь. Потому что он замыкающий здесь, по сути. А нет, вот замыкающий стоит там далеко. То есть... Пам. Труп. 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 Все, всех вроде вырубил, но... Походу, тревога все равно поднялась. А, вот, кстати, есть сейф. Давайте его откроем заодно. А что-таки тревога как-то, наверное, поднялась. Ну ладно, ну что ж. Добро пожаловать, ребята. В первую перестрелку в метро. Так, патроны-то у меня есть. Не патроны, точнее, а гранаты-то. Так, ну, по идее, вроде должна быть одна. Вот она. А, это ножик. Бурбон, бурбон. Помогай, помогай, бурбон. Танкуй хотя бы. Так, минус один и еще минус один. Отлично. А, тут еще, кажется, еще один мужик сидел в этом окошке, следил, видимо, за нами, да? И подслушивал. Ой, как ему либо я, либо бурбон дал жестко в глаз или в щеку тут даже. Так, ну что ж, пришло самое интересное, так скажем, время лутать трупы. Блин, как этому тоже хорошенько зашло. Прям в затылок вышла дробинка или даже пуля. Бурбон, тут сколько подстрелил? Я вроде как троих здесь и еще кучу там. Так, спасибо тебе, братан, зовут. Так, пойдемте, что тогда ребята зовут там этих товарищей. Хотя этот был в маске хоккейной. Весьма странный тип. Так, вот, кстати, да, это тот самый сейф. Так, заберем из него все содержимое. И здесь у нас еще было трое товарищей. Ты с двустволкой. Ты с тоже, наверное, двустволкой, судя по звукам. И вот ты еще с ублюдком. Так, все, я всех залутал. И, в принципе, все, что надо остаться, ребята, найти по сути на этой локации, это последнюю заметку, которая находится где-то... где-то очень-очень близко. Так, ну да, Бурбон, открывай дверь. Чувствую, что это заметка где-то здесь. Да, где мой ножик? Вот он. Хе, прикольно он застрял. Нормально. Походу, трубы не то, что уже прогнились, они, наверное, были сделаны из какого-то там... пластилина, либо лишь чего-то еще. Так, тут никаких, надеюсь, растяжек-то не будет, да ведь? Вот, заметка последняя. Давайте я проверю, на всякий случай. Заброшенный туннель, заметка номер один. А, это только первая еще заметка оказалась? А-а-а, ну ладно. Ладненько. Добро, как говорится. Так, и... И-и-и. Свет мы не будем с вами выключать. Так, фильтрик заберем, пригодится. Аптечки и патроны тоже заберем. Никогда еще личами не были. О, я от этого места помню. Здесь будет весело. Здесь будет очень весело. Ну что, Бурбон, пойдем дальше? Так. Спасибо, братан, тебя зовут. Так, осторожно. Тут самое главное, не упасть в воду. Иначе это мгновенная смерть. Так, тут, наверное, пригодится противогаз. Да, я был абсолютно... ...уверен. Так. Свет надо, конечно, погасить. Зачем ты, Бурбон, их... ...сагрил-то их на нас? Все же уже было идеально. Ну ладно, появится отбиваться. Так, ползет вот один. Мразь-то. А теперь сам Бурбон отбивайся от них вот. Я пошел вперед. Ты бессмертный вроде как-то. Мри. Он вроде как бессмертный, так что... Твою мать, а. Ай! Ай! Масолята. Масолята. Подошли. Бурбон! Твою мать, спасти меня. Вот смотрите, ребята, в чем фишка самого последнего максимального, как говорится, уровня сложности в метро. То, что противники вас убивают на 2-3 пули. Ну, то бишь на... Ну, даже можно сказать, на одну очередь. А противники, и все зависит от сложности противников. Ну, в основном, как видите, вот упыри убивают на... Ой-ой-ой, как они там журчат-то. Упыри вас убивают примерно на 2... Два... Ну, 3 удара где-то, плюс-минус. Нищи меня в последнее время, помню, упыри убивают с 3-х ударов. Так что... Танковать я не особо люблю. Я, в принципе, еще я не люблю супреми-бовести, потому что они себя ведут как, не знаю... Как сонники, только радиоактивные. Весь противогаз мне сейчас забрызгали кровью. Такс, вот у нас тут еще одна нычка есть в этом вагончике. Помнится мне в оригинальной части, то есть не в переиздании, и тут была... Какая-то еще дополнительная нычка. Так, все это мы с вами заберем, все пригодится в нашем хозяйстве. Пауки еще здесь. Ау, кыш. Вот помнится, здесь какая-то была еще нычка, то ли... А, вот, наверное, даже, скорее всего, она. Вот она. Игрушки. Хотя нет, здесь какая-то еще была нычка, вроде как ящик с оружием, а именно с двустволками. Вроде как. Так, вот еще ребята тут лежат. Это резина? О, правда. Похоже, знаете, на какой-то маленький танк, который ездит по рейсам, а не на резину. Так, фонарик выключим. Он тебе уже, братан, не понадобится. Это что, пистолет? Мне показалось. Так, ну, нам, судя по всему, наверное, нужно вниз идти. Скорее всего, наверное, блин, противогаз запотел опять. Так. Экран подсветился, значит, что мы что-то с вами сделали правильно. Скорее всего. Так, а тут у нас есть что-то интересное. О, шмурик с фильтром и прокачанным пистиком. Неплохо. Блин, опять упыри. Бурбон, упыри, опять идут. Упыри где-то здесь рядом. Так, мне это не нравится. Мне это не нравится. Так что я, наверное, пожалуй, сваливаю отсюда. Как можно быстрее. Ну, в задницу этих упырей. Отлично. О, шмурик еще один. Просто замечательно. Так, ну, думаю, что, наверное, Бурбон меня догонит. Хотя я не хочу от него особо далеко отдаляться. Потому что один я явно здесь не выживу. С таким-то боезапасом. Кстати, что у нас там по потомам сейчас? Уже, наверное, более-менее лучшее обстоятельство. Так, для ДБК 25. Для Пистика 23. И... О, у меня, оказывается, есть гранаты. Но почему-то они не достаются и не используются. Хотя, в принципе, слушаю звук использования. Ой-ой-ой, в угон падает. О, Бурбон, я, конечно, тебя дождался. Хотя, вроде, по звуку можно определить, что у вас выбирается на ваше метательное оружие. Так что... Ну, мы разберемся. О, просто брат по-царски. Спасибо за подгон патронов. Так, блин, фонарик раздрежается. Потихоньку надо его подзарядить. Так, и... Походу здесь, наверное, какая-то основа. Вот, туса. О, кстати, патроны лежат. Заберем. Почему бы и нет? Кстати, да, по-моему, в этот вагон нельзя залезть, потому что здесь нет уже ящика, и все двери в него закрыты, по сути. Но... Блин, я же могу сюда залезть, но, Артем, ну... Там уже, наверное, что-то интересное лежит. Ну, по-любому. Ну, окей, взорван так взорван. Хотя, может быть, и не взорван, как говорится. Интересно, это бочки с исходом или с топливом как-нибудь там, наверное. Хотя, вряд ли бы, если в них было топливо, они бы здесь так бы мирно стояли. Пури, походу, начинают меня в угол загонять. Еще и перезарядка дурацкой достволки. Вот, не, помнится, в какой-то части метро, либо вот в этой вот переиздании, либо уже во второй части переиздания, есть охернительная просто модификация достволки с четырьмя стволами, с шестью даже стволами, помню, была такая. Просто, помню, была топовая вещь самая. Вот, и мне бы, конечно, хотелось бы найти ее, но я не особо уверен в том, что она есть вот в этой какой-то части. Так, ну, противогаз, видимо, у меня еще целый, не потрепанный. Так, и где это вообще сейчас мы с вами находимся? В какой-то канализации. То есть, как бы внутри метро еще и канализация оказывается, да? Ну, в принципе, логично, чтобы вода там не схапливалась, вот такое. Так, ну, думаю, что здесь, в принципе, можно фонарик выключить. Хотя нет, я боюсь, тут слишком темно. Так, и тайников особых я также не вижу. Так, спасибо, брат, тебе за фильтр. Да, в принципе, кстати, да, можно подлечиться и вот эту вот аптечку у этого товарища изъять. Спасибо. О-о-о-о. Мама дорогая. Вот это нас Бурбон завел-то. А, черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошаль там по жмурам, может найдешь чего и двинем. Не, конечно, лутать жмуров это хорошо, Бурбон, но... Твою макия, вспышки-то ослепительные. Тоже жмуров это хорошо, но... Мы же не знаем, чем это для нас может обернуться. Так. Давай обыскал, это... Тоже обыскал. У них фильтры есть, но почему-то они не снимаются. Твою мать, это что такое там? Это что, врата... По-моему, это врата в ад. Сзади нас там открываются. Давай, давай, хорошая шуточка. Так, вроде все злутал я. Так, вот еще вот эти ребята вот остались. Все. Давай, Бурбон, я пролезу. Потихоньку. Че-то не кажется, это видение с реальностью как-то связано, а? Не? Походу, Бурбона вообще... Натуре там замутило и... Взяла за мозги. Твою мать. Там кто-то руку нам дал. Че-то за хрень со мной был? Ты еще сам не знаешь, Бурбон. Артем, ты слышал это? Да. Ну и песня. Слаще Владимирского Централа. Но страшно. Но это будет страшная версия Владимирского Централа. Тихо. Кто-то есть здесь. Кто-то здесь определенно есть. О, кстати, да, ребята. Вот наш ключик на этой локации, который... Позволит нам открыть сейф. Твою мать. Чуть-чуть уже подальше. Спасибо, братан, за ключик. Ты очень нелюбезен был. Но... Сделай одолжение на следующий раз. Не залезай так далеко. Я тебя прошу. Блин, еще бы чуть-чуть. Твою мать. Я забыл, что правая кнопка мыши здесь использует сразу два ствола на стволке. Вот еще бы чуть-чуть, и мы бы с вами упали в эту... Канализацию, или в эту яму, черт побери, ты знаешь, что там. Так, Бурбан, ну, блин, я надеюсь, что это уже конец пути, нет? Или это еще не конец? Кто его знает, а? Так, берем тогда с вами вот это. Это явно уже ему не пригодится. Блин, какие же это туннели заброшенные. Здоровые, это, а? Так, и здесь, как я вижу, тоже ничего полезного, интересного нету. И куда нам дальше идти там? Тупик. Бурбан. Куда дальше-то? Наверное, здесь противогаз уже можно снять, наверное, да? Вроде я не задыхаюсь, и все, в принципе, нормально. А, вот, вот, мы все подошли к концу. Все, вижу, вижу. Понял, понял. Давай, Бурбан. Блесни своим красноречием. Я хоть на это посмотрю и послушаю заодно. Может, и постучаться вежливо? Они тогда нас сразу откроют. Вот такая краснореча у тебя. Бурбан. Что-то мне подсказывает, что сюда реально кто-то идет. В таких ситуациях я обычно вот что делаю. Надеваю потеугаз и сваливаю. Не-не-не-не, Бурбан. Сегодня без меня. Я уже устал отбиваться от упырей, и мне и патронов не так много, чтобы вести с ними бой. Итак. Здесь надо, ребята, спуститься в эту небольшую область. Забраться вот на эту перелину. С этого камешка. Но только вопрос, как нам это сделать. Потому что у нас Артем... Все мы знаем, что это ЦП. О, наконец-то. Йоу. Какие-то страшные шумы сверху. Тут у нас лежат патроны. Целый наш магазин. Зажигательных. Ой, пупырь. Здорово. Ой, еще кто-то здесь вроде подскочил мимо нас. Так, ну сюда мы спустились с вами не только за вот этими вот патрушками. Также на той стороне, вот, после той лестницы, лежит трупик. И также есть одна еще нычка. Очень хорошая. Вот, трупик с также заметкой и патронами 20-го калибра. Что там, кстати, у нас по фильтру? Все вроде нормально пока что еще. Вот. И вот эта самая нычка. Которую я как раз тут нашел в последний раз, когда проходил перед зданием метро. Тут у нас лежат патрончики. Пистолет прокачанный слегка. Зажигалка Артема. Вот такая вот большая. Сиги. Также шлем. Химзащитный. И... И пока что здесь все. Здесь у нас тут есть ловушка небольшая, которая нам преграждает путь к сейфу. Так что мы ее выключаем с вами. И путь к этому сейфу нам уже доступен. Все. Так, а в этом сейфе у нас находится много всяких интересных плюшек. Например, как патроны. Патроны для калаша зажигательного. И которому также можно расплатиться. Магнума патроны. Фильтр. Аптечка. И также пару фотографий еще. Которые, к слову, почему-то нельзя забрать. Хм. Весьма забавно. И настойка грибная еще и здесь. Грибная настойка, да. Наверное, вкусная. Это я не пробовал, если честно. А тот из вас пробовал грибную настойку? Так, и тут больше ничего интересного нет. Так что, мы с вами, так можно сказать, избежали стычки с упырями. Не потратив при этом ни одного патрона. Так, блин, как на эту лестницу залезть? А, вот все. Не потратили ни одного патрона. Ни одной аптечки. И, в принципе, еще счастливы и здоровы, как говорится. И да, это конец уровня. Так что, ребята, предлагаю на этом моменте уже остановиться и закончить эту серию. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки. Также пишите ваши вопросы и впечатления в комментариях. А с вами Хьюго. И также, да, не забывайте подписываться на канал и нашу группу ВКонтакте и в Стиме. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok